Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал ЮТВ «Супер Афиша» – программка, которую принесли вам прямо домой, еще до похода на спектакль или на концерт, чтобы вы точно знали, на что потратить свое свободное время на этой неделе со вторника по пятницу. И сегодня в выпуске. Спектакли в разнообразных жанрах, художественное чтение и панк-рок. А также эльфийская музыка и две наших рубрики «Бесплатная Уфа» и «Киноафиша». И в студии профессор в области развлечений до 35 лет Сергей Бархатов. И самый рассудительный участник нашей команды, спокойный, как английский лорд и зажигательный, как песни группы «Коллекция дней» – Артем Войтюк. Сегодня мы находимся в гостях в доме актера, где расположился театр «Сад» на Пушкина. И во вторник они покажут не то чтобы спектакль по произведению Александра Куприна «Яма». «Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству». Такой эпиграф дает читателям сам Куприн. И сегодня с нами актрисы театра «Сад» на Пушкина Анна Осабина и Ольга Укьянова. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пригласили. Расскажите, пожалуйста... Очень уютно у вас кровать. Да, можно еще людей посадить, если вдруг кто-то из группы придет. Театр «Сад» на Пушкина, который здесь находится в доме актера. Расскажите, пожалуйста, что это за драматическое объединение. Возможно, есть расшифровка какая-то в слову «Сад». Да, это аббревиатура «Сад». Это Содружество актеров драмы нашего города. Ну, мы так верим, что когда-то это будут не только актеры нашего театра, поскольку основное место работы у нас все-таки русский драматический театр. Вот. Мы преследуем такую большую цель, чтобы однажды все актеры города могли реализовывать себя в этих стенах, если они где-то не могут реализовать себя на 100%. То есть это ваш такой сайт-проект от основной труппы, так скажем, в которой вы работаете? Да. Ну, и интересно обратить внимание зрителей, то, что мы находимся в доме актеров. Многие не знают, что здесь вот такой уютный зал находится. Здесь, собственно, вот прямо на этой сцене как раз-таки и будет не то, чтобы спектакль, и все верно. Почему формат такой уютный? Ну, и то, чтобы спектакль. То есть зритель, придя в наш зал, он увидит спектакль не совсем классической формы. То есть мы вместе со зрителем открываем книгу, начинаем читать, и начинаем исследовать ту историю, которую нам предлагает Александр Куприн. И то есть мы сразу вместе со зрителем впрыгиваем в эти образы, тут же отстраняемся от этих образов, говоря со сцены, как актриса, как актриса Аня или как актриса Оля, разговаривая со зрителем. И здесь много импровизации. В общем-то, да, это такой не совсем стандартный традиционный спектакль в понимании зрителей. Это с синтезом с чтением получается? Там все. Там и прям разговор вот такой по душам, и песни, прекрасные песни. Это, как сказала одна московская критикесса о песнях Насте Мордвиновой, она сказала, что эти песни влились так же в яму песни Насте Мордвиновой, как и, как это, про Шмеля, песнь «Мохнатый шмель» в «Жестокий романс». Да, казалось бы, вот в такую историю. Ну, то есть песни достаточно современные, достаточно классическое произведение, и в таком неклассическом прочтении очень они взаимодополняют друг друга. Я думаю, что это отличная рекомендация для посещения вашего спектакля. По крайней мере, по тем отрывкам, которые я видел среди зрителей, которые приходили в предыдущий раз на яму, мне очень любопытно посмотреть, а сам еще, к сожалению, не видел. И надеюсь, что все сложится вот таким образом, что мы с Артемом обязательно придем и посмотрим в этом замечательном зале уже по ту сторону спектакль «Яма». Яма 10 марта в Доме актера, начало в 19.00, билет от 350 до 700 рублей. Ну и продолжая тему спектаклей, в среду в кинотеатре «Киномакс» можно будет посмотреть моноспектакль под названием «Дрянь». Такое интересное название. Фибио Уоллер-Бридж. Найдейшая британская звезда. Это английская актриса. Все началось с 10-минутной репризы какой-то небольшой, которую попросили сделать на одном из дней рождения, насколько я знаю. И все это переросло дальше в сериал. Уже два сезона сериала под названием «Дрянь». Это, собственно, прозвище этой актрисы в юности, насколько я понял. И, собственно, прозвище ее же героини в этом сериале. Ее детей, ее матери. В принципе, в всех так звали. У меня есть ужасное чувство, что я жадная, эгоистичная, апатичная, циничная, развратная, морально падшая женщина, которая даже феминисткой себя назвать не может. Говорит. Звучит шикарно. Уоллер-Бридж. Те, кто смотрел одноименный сериал, будут поражены, как три часа превращаются... Три часа, за которые можно смотреть сериал. На самом деле, он в формате больше... Ну, около ситкома, там даже серии по 20 минут. Превращаются, собственно, в один моноспектакль. Я обмираю, как много Харри привлекает к нашим репрессорам. Я имею в виду, это новый деталь. Он обычно идет на экстремину. Во-первых, как вам формат театра HD? Потому что, насколько я знаю, многие артисты театров смотрят в записи спектакля просто потому, что интересно посмотреть, что в мире есть. Самый известный, пожалуй, это Франкенштейн, да? Ну, в формате театра HD, да, популярный. Да, я смотрела Франкенштейна и смотрела театр Глобус шекспировский. Это вообще потрясающая возможность для Уфы увидеть мировые премьеры за 450 рублей. Да, каждую неделю. Ну, это же круто. Люди под дождем стоят. Театр Глобус, вы знаете, он же такой круглый, там небо открыто. И вот, и люди под дождем три часа стоят, а ты сидишь уютненько. И тебе еще все смонтировали, так что ты можешь посмотреть на эмоции актеров. Я никогда не думала, что в таком формате я не люблю заснятые спектакли смотреть. Ну, вот просто снятые. Потому что это все равно не то. Но театр HD это такой монтаж, что, да, ты видишь и общий план, и ты крупный план наблюдаешь. И я рыдала, честно. Я и смеялась, и рыдала. Это то, за чем мы идем, мне кажется, в театр. Формат моноспектакля. Женщина, которая рассказывает о своей жизни, о своих проблемах. Ну, мне кажется, моноспектакль, это вообще, в принципе, это один из сложнейших жанров. И мне кажется, это и очень интересный жанр. Потому что один исполнитель. И, насколько я знаю, там из декораций один стул. Это будет причащего, да. И это нужно быть настолько настоящим, настолько правдивым, чтобы быть интересным зрителю и держать во внимание зал. Столько времени, да. Мне кажется, это, ну... Это высший пилотаж. Да, это высший пилотаж. Моноспектакль часто это сочетание такое стендапа, что ли, когда про себя, да, и театра. То есть что-то на грани. Потому что актер все равно, он проживает себя в данный момент. Моноспектакль в HD под названием «Дрянь». 11 марта, 19.00, кинотеатр «Киномакс», билеты 450 рублей. В пятницу 13-го, частенько последние месяцы, у нас пятница 13-ая выпадает. Ну, и не беда. Потому что високосный год. Високосный год, да. Но мы еще не живем рядом с озером, откуда может вылезти человек в хоккейной маске в честь пятница 13-го. Поэтому нам-то с вами бояться нечего. Вот. В общем, в Башкирской филармонии в рамках проекта «Поговорим» Николай Рихтер, замечательный артист, вновь, ну, второй уже раз как минимум, будет читать одну из самых мистических историй Николая Васильевича Гоголя, которая называется «Вий». Все это в сопровождении ударных, органа, небольшой видеоинсталляции. Там буквально свечи или какая-то там нарисованная церквушка. Вот. В общем, прочитает «Вия» целиком. Я в основном ударили ворота и закричали «Отвори! Отвори!» Как вам вот такой формат мероприятия? Потому что мало достаточно, что выходит вот в этом цикле «Поговорим», там эти читанные пока произведения, вот. Но могу сказать, что это, получается, органный зал филармонии, он полный набирается. Вряд ли, мне кажется, можно найти такого зрителя, который не читал бы «Вий», не смотрел бы легендарный этот фильм. И мало того, что это гениальный текст, который просто было бы приятно послушать, а еще и если это делает Коля, Коля потрясающий артист. «Папуся! Папуся! Ты что, папуся? Ступай себе с Богом!» – закричал он. «Но старуха не говорила ни слова, не хватало его ука». Вот про него всегда говорят, что он хороший рассказчик. Вот у него магнетизм какой-то природный, он просто интересно рассказывает. Вот вы бы, как люди, которые с ним работают, как это для себя описали? Мне кажется, у него еще какая-то потрясающая энергетика у Коля. Да, он как-то заражает тебя. Ты иногда даже стоишь, готовишься к чему-то серьезному, ну, перед выходом на сцену. А Коля подходит, там, начинает с тобой шутить, и ты, и вроде бы надо готовиться, а он так интересно рассказывает, и ты вот отвлекаешься. Ругаешься на него и отвлекаешься. Она идет прямо, прямо к нему! В страхе очертил он около себя, мой друг! Слушай, а что можно возразить на такую фразу? Да я сам завтра сяду, прочитаю, собственно говоря, и никуда не пойду. Ну, во-первых, когда вы сами сядете и прочитаете, это будет без живой музыки, без органа, без ударных инструментов. А во-вторых, кто вы такой? Да, и кто такой Коля Рихтер? Это шутка. Ну, конечно. Вот. Ну, смотри, тут совершенно же как бы по-другому мозг воспринимает информацию, нежели самостоятельное чтение. И все равно ты сидишь, по-своему это представляешь. Это же атмосфера, это что-то особенное. Это как, ну, я не знаю, говорят, что самый лучший кинотеатр, это, конечно, у тебя в голове, когда ты читаешь книгу, но когда вот это все добавляется музыка, свет особенный, это же такая атмосфера, ну... Таинство какого-то. Таинство, да. Это что-то такое очень, которое происходит здесь и сейчас. Когда я остановилась, погрозилась пальцем и легла в свой ром. Страшная сказка для взрослых. 13 марта, башкирская филармония, начало в 19.00, билеты от 200 до 600 рублей. А в пятницу театр в гриме «Де Буфо» приглашает всех в арт-квадрат на романтическую комедию под названием «Тру лав». Как относитесь к «Де Буфонаде»? Да вообще, мне кажется, «Де Буфо» — это подарок какой-то городу, потому что мне посчастливилось знать некоторых ребят лично, и это такое тоже скопление каких-то людей, скопление, наверное, не очень хорошее слово, но, в общем, это такое, в общем, созвездие просто, мне кажется, людей, которым каких-то не только талантливых, они еще какие-то добрые, и они эту доброту вот транслируют, и если вот вообще тебе чего-то не хватает такого душевного, вот идешь туда и наполняешься этим. Тру лав, кстати, это не прям, ну это Буфонадо, но они же не выглядят как клоуны. Но они без масок там работают. Они без масок, да, это спектакль полностью немой, вот, но он такой вот романтичный. Он тоже пластический и о любви. Там вот постоянно вот так вот Рушан перекатывается через надувной этот матрас, да, у него там-то забирается юбка на голову, вот. Ну да, много прям таких смешных моментов, но надо, кстати, внимательно смотреть, потому что до какого-то момента весело-весело, это такие отношения человеческие в миниатюре, которые проходят определенный, да, там конфетный период, начали жить вместе, чуть-чуть пожили вместе, уже не очень хотят жить вместе, и вот тут вопрос, либо они закончат вместе жить, а либо узнаете, когда сходите на спектакль, да? Спектакль True Love Art Quadrat, 13 марта, 8 часов вечера, билеты 400 рублей. Да, мы перейдем к музыке, значит, во вторник и в среду в лайфстайл-центре Башкирия, наслышанно, наверное, о таком, ранее известном как торговый центр Башкирия, выступит коллектив Alice Bar and N-Senate, значит, арфа занимает центральное место в творчестве этого коллектива, карьера выпускника Тираспольского высшего музыкального колледжа началась на заре 90-х, созданием вот как раз ансамбля N-Senate, работают на стыке джаза, блюза, фолка и неоклассики, сказки, отображенные в песнях, так переводится название группы, с эльфийского языка, который создал, собственно, непосредственно Толкин. На сцене музыканты орудуют целым арсеналом этнических инструментов, арфа там не просто, а кельтская арфа, совсем, в общем, диковинные инструменты, вроде поющих час. Что важно, будет два концерта, во вторник концерт «Так звучит любовь», ну, вроде как для взрослых, да, и в среду семейный концерт «Арфотерапия для детей и родителей». Вот так. Как вам эльфийская музыка с кельтской арфой, еще и в двух форматах, для взрослых и для детей? Я обожаю. А арфу или эльфийскую музыку? Вообще всю эту тему, не знаю, Толкина и... Арфа. Арфа. Ну, вообще, эта музыка, фолк, мне очень близка, например. И если уж говорить о том, что это семейный просмотр, так редко, мне кажется, можно найти сейчас мероприятие, куда можно взять ребенка и не бояться за то, что пострадает его психика. Не знаю, мне кажется, есть такие инструменты, ну, вообще, есть такая музыка, которая у тебя наводит порядок в голове. Ну, то есть она как-то, не знаю, вот какие-то банальные слова не хочется говорить, исцеляет, типа, но... Ну, так это арфа-терапия, конечно. Вот, да. Терапевтический эффект какой-то должен присутствовать. Я бы с удовольствием пошла, мне кажется, я пойду, Даш. Ну, кстати, терапевтический концерт дешевле, чем вот тот, который так звучит, любовь. Так что всем на заветку. Терапевтический концерт вообще стоит дешевле, чем походка к психотерапевту, так я вам скажу. Так что, да, всем на заметочку. Да. Все туда. Ну и продолжаем музыкальную тему. В Башкирской филармонии в четверг выступит трубачий вокалист Рональд Бейкер, при этом он из Соединенных Штатов Америки. И выступит он, собственно, с биг-бендом Башкирской государственной филармонии под управлением Олега Касимова. Да, собственно, это джаз, блюз, и многие его поклонники говорят, что он очень эффектно эти два стиля смешивает, сочетает и, собственно, передает все эмоции этих двух стилей. Замечательно звучит, как к джазу, у вас есть в спектаклях джаз? О, у нас в спектаклях? Не знаю. Был кофейный блюз. А, кофейный блюз был, да. Да, любились, да. Я вот так скажу, я скажу коротко. Мне кажется, нет ничего лучше, чем пойти вечером после какого-то дня сложного и послушать джаз. Или послушать блюз. Или в сочетании. Перед передачей думал, честно говоря, что как можно не любить джаз? Он настолько разный, то есть он и в сторону блюза, да, немножко грустный, может быть, спокойный, тихий, а может быть, интересный, не знаю, ближе к рок-н-роллу, да, из которого, как считается, собственно, рок-н-ролл получился. То есть это настолько разнообразная музыка, что невозможно сказать, я не люблю джаз, можно сказать. Я не люблю эту композицию, но люблю это. Бывает время у вас послушать джаз иной раз? Или настроение хотя бы? Я как-то ходила в джаз-клуб только один раз. Тоже по работе как-то там была в джаз-клубе и вот, давалось меня послушать. Вот прям американские джаз-мены и еще из каких-то стран, где этот жанр, так скажем, зарождался или развивался хотя бы, они все равно не так часто приезжают, ну, как многие зарубежные артисты, потому что у них все-таки гонорар, наверное, в валюте их страны, вот. Ну, поэтому такие сейчас мероприятия, они гораздо реже проходят, вот, и сходить, собственно говоря, на американского трубача. Рональд Бейкер, 12 марта, Башкирская государственная филармония, 19.00, билеты до 1200 рублей. Также в четверг в Мюзик Холл 27 выступит рок-группа «Год Змеи» не просто с концертом, с программой «Джокер» в каждом из нас. Вот если вы не знали, что в каждой из вас есть Джокер, маленький Джокер там присутствует. И дрянь тоже. Возможно, в вас и дрянь, в нас Джокер с Артемом, или крест-накрест, например. Вот. В общем, новый состав, новые песни и культовые хиты. На заре, значит, своего творчества коллектив, как пишет в пресс-релизе, исполнял композиции в стиле пост-гранж. Ну, все, кто играли рок сначала, ну, с конца 90-х, это все пост-гранж называется. Вот. Никель Бэк, «Год Змеи», ну, вот эти все группы, которые там вместе записывались. Позднее песни стали более походить на альтернативный рок. Ну, в общем, как говорит сам лидер коллектива, господин Марковников, местами жесткие и бескомпромиссные, а порой лиричные и задушевные песни. Вот что они и поют. Вот уфимский рок как-то присутствовал в вашей жизни? Конечно. Какие группы? Уфимский. Люмен. Ну, во-первых. А, да. Ну, это уже не уфимский, это уже... Ну, все равно, они же в Уфе начинали. У них даже... Люмен, Шефчук. А, Люмен, Шеффира. Ну, я думаю, что Сергей все-таки, да, он немножко про другое. Группа Нечто, группа Пупс, вот Год Змеи, опять же. Коллекция дней. Ну, Год Змеи, я вот как-то... Ну, песню «Секс в рок-н-ролл». Да, да, это известная песня, песня, но я не знала, что это Год Змеи. Все, идем. Конечно. Дальше. Год Змеи 12 марта в Мюзик Холл 27, начало в 20.00, билеты 700 рублей. Так, ну и продолжаем мою тему, любимую, да, моя любимая тема, это рэперы и панк-рокеры, конечно же. В пятницу... Жаль, рэпа нет сегодня, да? Жалко, жалко. Сидел, переживал из-за этого. В пятницу в клубе 11 выступит панк-группа под названием Йорж. Первая группа «Икраткая». Ну, это важно знать, на самом деле. Вот, ребятам пришлось пройти нелегкий путь, но, собственно, какой путь еще могут пройти панк-рокеры, да? Конечно же, нелегкий. Они распадались и разбегались, и были у них проблемы всевозможного характера. Но 13 лет в андеграунте, 13 лет взлетов и падений, и 13 лет бессонных ночей и разбитых дорог. Впрочем, любят они цифру 13. Да. Просто в 2019 году они такие, мы с 2006 года существуем, 13 лет, и это очень по-рокерски. Кстати, как человек, который любит, например, короля шут и так далее, вот знакома тебе группа Йорж была до сегодняшнего дня? Йорж. Нет, я знала, что есть такой напиток. Йорж. Они тоже знали. Они тоже знали. Более того, он занимал какое-то место в жизни, что они группу так назвали целиком. Понятно. Ну, мне вообще нравится, когда просто собираются мужчины брутальные на сцене, и это такая мощная энергия. Я думаю, что это будет круто. Ну, группа Йорж играет такой на стыке альтернативы, что в нулевых было популярно, альтернативы, там, Аматори, там, Дженейро и так далее. Вот они как бы панки, но они звучат примерно так же. У них там есть какие-то совместные даже с группой Слот. Ну, то есть они, ну, объективно, из сцены вот этой середины нулевых, рок-сцены, альтернативные сцены, они как бы группа второго эшелона, которая, в принципе, еще достаточно молодая, вот, ну, и ездят, гастролируют по небольшим залам. Ну, и Клуб 11, кстати говоря, мне кажется, самый панковский такой... Там вообще полный панк-панк происходит просто. Группа Йорж, 13 марта, клуб 11, 19.00, билеты 700 рублей. Ну, а сейчас наша рубрика «Бесплатные УФА». Это те мероприятия, куда можно сходить бесплатно за 0 рублей. Ха, логично. В интерактивном музее «Интеллектус» проходит выставка «Живая цифра». Показать, что математика, наука не просто серьезная, но и захватывающая, это главная цель этой выставки, этого мероприятия. Что там представлено? Разработаны и произведены 14 уникальных экспонатов. Там, в общем, разные математические, так скажем, головоломки в большом формате, которые можно там пособирать, поразбирать. В галерее «Арт-эксперт» проходит выставка живописи Алексея Петрикова «В краю лесов и гор». Ну, соответственно, пейзажи, написанные в разных уголках Башкортостана, разные времена года, реалистичные картины, пейзажи. Где это, где это, где это? Галерея находится на перекрестке Менгажево и Кирова. По-моему, Кирова 52. Артем, например, живет поблизости, ты вообще все выставки смотрел в «Арт-эксперте». Конечно, я через них хожу на работу, через эти выставки. Ну, вы и правильно, ты поэтому очень... Да, ну и выставка будет до 13 марта, можно сходить. И в среду в концертном зале имени Шаляпина пройдет концерт под названием «Музыка Германии». В рамках проекта «100 лет, 100 народов, 100 песен. Начало 19.00». 100 зрителей. 100 зрителей, 100 мест, 100 билетов, 100 рублей. А нет, это бесплатный уфа, 0 рублей. Тут студенты и преподаватели. Вот в Шаляпинском зале, пожалуйста, «Музыка Германии». Если кто-то хочет свою музыкальную географию расширить, пожалуйста. И в завершении выпуска киноафиша смотрите на экранах города. Новый мультфильм от студии Pixar, который называется «Вперед!» в оригинале «Онвард» про фэнтезийный мир, где нет никакого волшебства. То есть эльфы, единороги, орки и боблины живут в обычной бытовухе, как мы с вами. Не летают на метелках, ездят на машине. Вот у них повышаются цены на бензин и так далее. Все честно и без прикрас. Давным-давно мир был полон чудес. То были времена приключений и волшебства. Но освоить магию было нелегко. Мир стал искать более простые средства. Но я надеюсь, что волшебство еще живет в вас. Новая версия классического сюжета о «Человеке-невидимке». То, что это студия Universal, которые делали еще «Невидимку» по Герберту Уэллсу давным-давным-давно. И в итоге, после того, как провалилась их затея сделать свою киновселенную с монстрами, вместо фильма с Джонни Деппом они сделали недорогой триллер о домашнем насилии. Со звездой сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс. В общем, она играет женщину, у которой муж, миллионер, гений, плейбой, филантроп, но еще и сволочь порядочная, бьет ее, всячески издевается, а потом инсценирует свою смерть. И как она думает на тот момент, ей еще с того света всякие козни строят. Но она как бы сражается с этим. Где ты? Покажись! Сюрприз! Комедия с самым кассовым российским актером сейчас, который этнический серп Милош Бикович, после фильма «Холоп» стал суперзвездой, с ним выходит фильм «Отель Белград». Такая, знаете, открыточная история, когда город не только место действия, но еще и персонаж. Люди по нему передвигаются, нам показывают красивый Белград. И на фоне этого, ну, какая-то разворачивается легкая мелодрама. Я слышал, что ты вышла замуж. Отсутка, пожалуйста. Ну, и как семейная жизнь? А ты уже женился? Нет. Сестра моя. Поцеловала на тебя не как сестра. В Сербии так принято. Эй, начало. Спасибо большое, что пригласили сегодня к вам, что рассказали про ваш театр. Это очень ценно, то, что вы хотите сделать объединение самых разных артистов нашего города. И очень интересно будет посмотреть, какие у вас еще будут премьеры в этом году. Ну и, конечно, сходить на яму. Обязательно зовите нас. Спасибо. Вас очень уютно. Спасибо, что пришли. Ждем вас на спектаклях. Дорогие друзья, если у вас есть информация о ближайших мероприятиях, то пишите нам на номер 8-987-046-54-54. И если оно окажется действительно интересным, то мы обязательно расскажем о нем в передаче «Супер Афиша». Надеемся, что вы приятно и с пользой провели время в нашей компании в эти полчаса. И теперь уж точно знаете, на что потратить свое свободное время на этой неделе со вторника по пятницу. С вами была «Супер Афиша». И, как говорил классик, ходите куда хотите. «Супер Афиша»